здравствуйте уважаемые телезрители в эфире канала 16 передачи актуальные интервью я и ведущий пётр смирнов и в гостях у меня инна гриор дизайнер одежды модельер и на здравствуйте здравствуйте большое спасибо что пришли к нам долгий путь проделали из города москва я сразу небольшую подводочку дам о том что и напасть при хедлайнер правильно ли это слово да все верно хедлайнер модного базара который вот в рамках фестиваля моды и красоты в сарове тема этого фестиваля тема модного базара это юмор в моде вот почему именно ваше участие вот так важно как хедлайнер этого этого базара фестивале я здесь оказалась по приглашению моей подруги которая является организатором этого мероприятия елена бабинова я очень благодарна ей за такой опыт и юмор моде мы с ней давно знакомы и и весь мой путь творческий она идем бок о бок встречаемся на многих мероприятиях она заметила что в моих коллекциях все время прослеживается юмор и сегодня как раз в теме в рамках мероприятия очень хорошо вписываясь со своими коллекциями в целом люди одеваются достаточно серо скучно но замечаем на подиуме на улице очень порой бывают яркие и прикольно одеты и люди с каким-то яркими цветами надо там цветом волос играют вот в чем вот эта история самовыражения да ну я полагаю что и ситуация сейчас в мире очень серьезные с эпидемией связаны и конечно да ирония она всегда спасала во все времена человек с чувством юмора он и и военные времена да какие-то вот положения всегда это нас выручало и в одежде я сейчас в москве живу и я замечаю что в метро все довольно серо а когда людей еще облачили в маске очень хочется как-то заявить все в масках да вот например на своем примере ярком я скажу как мне не хватает про проявляться или энергетики получить какую-то обратную связь какой-то взгляд улыбку я представила на фестивале как раз свою коллекцию птица ряба где использовала гребешки какие-то элементы такие яркие на простой одежде это пальто с гребешком и в повседневной жизни я уже демонстрировала это на улицах людей привлекает внимание в улыбке и вот это для меня очень ценно я ну как мужчина наверное немножко дилетант во всей этой истории да но как раз оцениваю это все с как своим взглядом на мужским вот может быть какой-то совет женщине да как выделиться что привнести в свой стиль в свою одежду конечно я всегда предлагаю через аксессуары потому что выглядит через чур как-то гротескно или кричащие наверное всегда опасно и люди немножко скромничают а вот какую-то детальку всегда можно применить и это может быть брошка это может быть сумка какая-то космическая какой-то головной убор почему нет это всегда привлекает а так как вы создаете одежду какие вы элементы используете в своей именно вот создание образа аппликации какие-то элементы это может быть даже лампочка которая мигает и маленькие крылья за спиной которые складываются и в любой момент можно их расставить в общем моя фишка в этом и это отличает мой будущий бренд но уже наверное существующие что чем я могу удивить в обычных одеждах что люди могут использовать эти элементы либо они они съемные всегда то есть то есть я к тому хотел спросить по настроению как это утилитарно с точки зрения ношения да 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 по настроению и я полагаю что человек который позволяет себе игру и в костюме он всегда привлекателен это значит что у него есть какая-то нотка сумасшествия всегда интересно чем банальный скучный человек возвращаясь к юмору да к самой иронии вот какой самый простой способ показать окружающим самоироничность посмеяться над самим собой ну наверное быть открытым миру через не только через одежду а внутренне быть в таком состоянии покоя и счастья умиротворения когда ты идешь и просто радуешься миру и люди это считывают на своем примере я это всегда испытываю контраст маленьких городов и больших мегаполисов он как-то влияет на моду на стиль одежды да но я думаю что в маленьком городе можно быть уникальным в большом городе можно немножко раствориться но в плане клиентов и востребованности в большом городе очень много возможностей до пример лены для меня очень вдохновителен ну вот сюда это мне кажется такой титанический труд до в небольшом городе в небольшом социуме где не так много возможно даже клиентов не ну как обычно это не такая большая проходимость толкать такое направление именно вот моды я вижу что у нее очень много как раз подвижников и желающих участвовать во всех этих мероприятиях и на у вас интересный жизненный путь вот я сейчас сказать мне когда елена рассказал значит кто у нас будет хедлайнером что это за девушка прекрасный я считаю я очень внимательно изучил вашу историю многие публикации нашел старые некоторые видео даже да вы очень разносторонний талантливый человек песни поете даже для себя может быть хорошо вот участие в том фестивале это ваша песня высоцкий фест да 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 было у меня и такой опыт и я тоже разносторонние и стараюсь не выпускать возможности если есть какая-то авантюра интересная и где я могу как-то проявиться я всегда использую эти возможности напомните как песня зовут я про все с утра и и смотрел я все могу да я все могу зайдите в youtube наберите я все могу инна гриор и прекрасно потрясающе ну не клип это любительская запись под гитару но очень мне очень понравилось очень приятно в вашем инстаграме инна гриор соответственно тоже можете найти в соцсетях я нашел видео с еленой малышевой и замечательным совершенно потрясающим платье с свой на новый год который вы презентовали или сшили вот расскажите об этом периоде как это произошло как вообще попали на первый канал мы же вами получается немножко коллеги даже на одном из конкурсов проходил он городе воронеже губернский стиль я выиграла диплом на прохождение на следующий этап это конкурс русский силуэт татьяны михалковой для дизайнеров это огромный шанс немногие коллекции попадает со всей россии каждый конкурс приносит по одному участнику и вот на одном из таких конкурсов русский силуэт в 2018 году а я выставляю свою коллекцию моя бабушка белит стены моя бабушка белит да да и состав жюри 30 человек ведущих дизайнеров и в том числе и дашкина вели на хромченко наши российские знаменитости и были и зарубежные но по каким-то по стечению обстоятельств пригласили еще елену малышу она является подругой и татьяна михалкова и ей понравилась моя коллекция и после окончания конкурса она выбрала нескольких дизайнеров которые ей понравились и говорит а попробуйте мне сшить наряды на новый год жду эскизы у вас это тот самый платье с лесой да я делала много попыток не с первого раза вот леса это была последняя попытка когда я думаю ну все нет никаких шансов наверное я нарисовала просто какие-то невероятные платья и она говорит я хочу с лесой хотя изначально мне оказалось что это код то есть это какой-то был набор вариантов да очень много эскизов эскизов именно как вообще происходит это творческий процесс интересно это нужно сначала нарисовать то есть как-то на бумаге все это скетч какой-то сделать правильно да все верно я рисовала на бумаге на компьютере на всех носителях отправляла просто на почту и они со своим главным костюмером отбирали но елена малышева она человек с чувством юмора как мы все уже вся россия в этом знает и здесь мы совпали и вот эта вот тонкая связь она почувствовала меня я ее это абсолютно мой клиент когда сама ирония на первом месте то есть даже вот на таком уровне все равно самая ирония и вот эта лиса она как выражение внутренних чувств получая да и такой восторг а вот я помню ее реакции она просто была счастливой корицы в боже мой это же надо было додуматься это нужно было так сделать и когда она снимала это видео она говорила своему оператору с ними прям глаза вот чтобы она в камеру смотрел вот это леса и вот она начинает как бы на себе это все демонстрировать прям с горящими глазами что за история с покупкой коллекции да 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 мы с подругой у меня была помощница на русском силуэте и мы задержались решили три дня еще отдохнуть москве и приходит сообщение от елены малышевой дизайнеры кто еще в москве и она говорит у меня у одной знакомой 15-летняя дочь и юбилей хочу подарить дизайнерскую вещь я откликнулась и буквально на следующий день приезжайте елена малышева наш нашу маленькую гостиницу там где буквально кровать просто место для того чтобы разуться и она заходит прям коснется для нас это было неожиданностью я просто на панике одеваю толстовку задом наперед вот здесь у меня капюшон я этого абсолютно не замечаю и все и мы начинаем нести вещи вот моя помощница она тоже это один наряд то другой я все время убираю что-то здесь что-то мешается мне тут вот это все время был капюшон только когда она уехала я говорю что я думаю с этого все и началось вообще работа на популярных людей на селебрити она что дает дизайнеру модельеру какой опыт в первую очередь это раскрепощение потому что всегда нам кажется что эти люди где-то недосягаем а когда ближе начинаешь общаться понимаешь что это такие же люди с набором эмоций с плюсами и минусами и всех объединяет одно что хотят выглядеть хорошо чувствовать себя уверенно и такой опыт он позволяет в будущем наверное легко находить контакт даже если бы мне пришлось может и придется шить костюм для кого-то из президентской элиты уже нет этих страхов ты понимаешь что все равны перед модой и и уверенно потому что нотки неуверенности есть даже у селебрити это всегда нам кажется что они такие всемогущие а в глубине все ранимые и очень беспокоиться о том как они будут выглядеть опыт до его предваряла в принципе работа и учеба ведь не сразу человек приходит там на какой-то конкурс выигрывает его его замечают он попадает тут же в водоворот историй потому что я уверен что ну может быть нас смотрят сейчас родители да в первую очередь но у них есть девочки да которые тоже хорошо рисуют любят одеваться там в куклы играют вот куда им двигаться да вот если если вообще возможность в россии стать дизайнером одежды модельером вот твой опыт да конечно я бы хотела сказать родителям что присматривайтесь к детям на самом деле я сейчас осознаю что меня и мою двоюродную сестру случайно отдали в швейные но когда его ты для елена бабина выписала резюме и историю начала я поняла что вот там были зачатки то есть я для себя тоже это открыла хотя узнала где-то но самого детства я мало играла в куклы но любила кошек и вот мои первые коллекции были для кошек моя мама шила одежду на заказ я абсолютно мне не касалось мне никто не давал шить но одежда это не дизайнерская одежда это просто одежду потому что так понимаю это ну принципе распространен но если из парнях и я или все-таки я разрабатывала конструкции специально с учетом фигуры кошки не про кошек а про людей про маму то есть мама не не была дизайнером каким-то в то время наверное в мамину молодость очень много было самоучек вообще это как являлась неотъемлемой частью хозяйки умение готовить шить это вот был дефицит наверное интересных фасонов и моя мама рассказывает что я иду уже в школе хотелось по приталине все все наряды были прямые большие она вот и сестрам и себе да она сама учка при этом большой опыт ну и начал положить на кошках я тренировалась на кошках и наши показы проходили во дворе я выходила с кошкой в новом наряде и я помню детскими глазами что взрослые вечно смеются ну так просто прямо ухахатываются умиляются и для меня уже тогда была реакция и сегодня создавая уже серьезные какие-то коллекции если я вижу улыбки удалось больше мне это самая большая благодарность от зрителя для меня улыбки вопрос на самом деле откуда ты ну то есть ты же не всегда не в москве то есть не москвичка да да я не москвичка я из ставрополя родилась в степи и там где как раз у меня развилась богатая фантазия в степи где не было ничего вообще пустота пустота вот эту пустоту надо было наполнить содержание принципе какой дальнейший путь вот по этой стезе да то есть начиная там с банальной наряда для для животного пускай кошка собака неважно как учиться этому делу и вообще какие качества нужны для этого немаловажным конечно и является качество умение продавать и продвигать себя наверное ко мне это приходит только со временем но я знаю что сейчас много талантливых дизайнеров которые уже в начале пути проявляются совершенно по-другому я прошла долгий путь и до сих пор иду да я работала на фабрике но фабрика для меня стала рутиной впоследствии и для меня отдушиной было создавать коллекции тайна от фабрики я создавала своей коллекции в том числе и моя бабушка белец стены и самая моя известная и успешная коллекция создавалась там и когда я пришла на фабрику и мне директор фабрики говорит ну ты рада ты попал на фабрику это удача я говорила ну я не на фабрику собиралась меня должны пригласить меня обязательно должны пригласить и пригласили на телевидение поняла что вот о чем я говорила всегда однажды меня пригласят с этой фразы я училась работала и этот день настал однажды целеустремленность имеет место быть да конечно и действие все таки все время нужно действовать даже если это приносит успех не приносит движение количество повторов и улучшение качества раскрепощение опять же все это в конце концов приводит хорошему результату сейчас много зарубежных дизайнеров и они все на слуху конечно пиар у них очень мощный и сильный но вот российских дизайнеров я не говорю какая-то от кутюр да то есть это это коллекция вот который непосредственно вручную создается со социальным дизайнером есть коллекции прет-апарте я правильно понимаю эти которые уже поступают в промышленное производство в продажу в магазин когда мы начнем одеваться в российскую одежду вот наших дизайнеров и вообще если у тебя такая цель и конечно это моя ближайшая цель которая я уже подошла прям просто осталось сделать шаг туда российские дизайнеры сейчас представлены в москве во всех крупных торговых центрах есть большие прямо отделы написано российские дизайнеры и там висят рейлы непосредственно какого-то дизайнера я часто люблю даже я бывает покупаю там какие-то вещи потому что я люблю я люблю быть уникальной я знаю что эти вещи пока штучные они не не на потоке и это интересно это именно в москве в москве да ну вот я имею ввиду вот когда мы как начнем покупать импортозамещение вот это такой знаешь государственный термин да вообще вот в моде он он вообще есть тенденции к этому есть мне кажется опять же ситуация стране все время меняется и когда даже закрывали китай очень хорошо стала развиваться швейная индустрия промышленность продажа на вайлберис российских дизайнеров даже мои знакомые стали создавать одежду то есть даже на маркетплейсах вполне найти дизайнерскую одежду и люди обратились к российским дизайнерам когда они не могут купить себе какие-то банальные вещи уже в китае суши а вот нет ли такого стеснения что я лучше пойду в магазин да я куплю какую-то обычную вещь ну любовь там сетевой до маркет чем нежели обращусь к партнолу дизайнер одежда который снимет с меня мерки вот тут нет такой психологической как бы проблемы перейти вот к такому образу покупки одежды я думаю что они подходят к этому снова потому что в моду возвращается все все что было забыто и мои клиенты более старшего поколения я чувствую что они ко мне приходят потому что они с этим сталкивались либо у них шили мамы когда-то либо на них шили либо родители шили на заказ и они также у них есть опыт пошива одежды на заказ у более молодого поколения такого опыта нет конечно они пойдут масс-маркет но слишком много масс-маркет нам предлагает одинаковых вещей я думаю что постепенно мы к этому приходим то есть вот это желание выделиться быть ярким и самоироничным то с чего я начинали она все равно приведет к какому-то дизайнеру какова разница вот масс-маркет и портной модельер не говорю что топовый модельер да ну вот чай который непосредственно тебя обшивая зависит конечно от заказа и клиента понятное есть клиенты которые говорят о это вас дорого я пойду лучше куплю в h&m или где-нибудь и таким клиентам конечно говоришь пожалуйста ну это ваш выбор да ваш выбор ваши деньги а есть клиенты которые ценят но сейчас в процентном соотношении наверное конечно это 30 процентов людей наверно которые хотели бы себе шить что-то или уникальное или дорогой от кутюр ну вот кутюр это совсем единичные штучные вещи тут к это там совершенно другие порядки как говорится и цены твоя деятельность больше нацелена на женщин но у меня вопрос чисто мой прагматичный а что для мужчин вообще что в этой индустрии сейчас для мужчин на самом деле у меня был опыт мужской коллекции создания моя дипломная работа как раз я решила попробовать себя ну я как любитель пробовать сделала мужскую коллекцию абсолютно такую космическую и буквально недавно я продала пальто из этой коллекции я сейчас понимаю что если на тот момент это было космическое сейчас это стало уже носимы да и вот мой клиент говорит я одену это пальто и пойду в цум погуляю там это есть он хочет внимание что он хочет прийти и как бы покрасоваться что он необычная даже в сумме такой вещи нет как продать вот что случается вещами которые ты создала то есть они вещат где-то там в шкафу или они на продаже и вообще не тяжело расставаться с теми вещами которые наоборот лишь я делаю для людей и слава богу я знаю что даже встречала начинающих дизайнеров которым очень жалко очень жалко расставаться не в не продавать не хочется но когда я продала почти всю коллекцию бабушка бель стены елены малышевой для ее каких-то знакомых родственников и ко мне пришла какая-то легкость освобождать место для новых вещей запускать новую энергию освобождать шкафы да и мне не сложно даже делать какие-то большие скидки переехав москву я получила много возможностей участвовала в маркет на маркетплейсах где дизайнерские украшения одежда там очень быстро уходит одежда и приходят люди которые говорят боже мой да это же это же дизайнерская они прямо трясутся и думаешь ну надо же в современном мире не надо держать бутик не нужно там рядовать площадь платить зарплату продавцам вот и в онлайн заходишь или какой-то онлайн лучше работает на сегодняшний день где можно твои вещи найти давай прорекламируем немножко мои вещи ну я люблю шить на заказ а коллекции является моим хобби ну и просто демонстрационным таким материалом в инстаграме мне можно писать в директ но сейчас я просто хочу перейти на новый уровень где действительно будет на продажу более носимые вещи но с изюминкой с вот этой смешиночкой с юмором друзья на сегодня у нас все это была передача актуально интервью в гостях у нас была дизайнер одежды инна гриор и на большое спасибо что пришла к нам ну а мы с вами увидимся через неделю всего хорошего я хочу пожелать всем будете уникальными и носить одежду которая отражает внутренний мир я я Я все умею, хочу, спою, хочу, не умею Я становлюсь, я отпускаюсь Порой боюсь, порой сражаюсь